Здравствуйте всем, дорогие друзья! Сегодняшнее видео я снимаю не по своей воле, а потому что мне пришел донат от моего уже совсем недавно ставшего постоянным донатером с ником Слава Мерлоу. И сегодня он мне в очередной раз задонатил на 500 рублей и написал вот такой текст. Ну, привет, ну расскажи, чем занимаешься в свободное от работы время? Ключевое слово от работы время. Собираешься ли заводить девушку или отношения, но тебе пока не нужны вопросительные знаки? Звучит просто как анекдот. Чем дальше читаю, тем больше смешнее с этой нотой. И нравится ли тебе девушке в теле, на которых можно за что-то потрогать? Знаете, у меня в последнее время такое впечатление, что все донатеры, они издеваются надо мной. Даже вот мой постоянный донатер с ником Небаатый Чек, который мне за все время задонатил, больше всего донатал. Но я не ору, что сумму, а вот по частоте донатит мне чаще всех. Вот даже вот этот донатер, ну почему-то, ну, лично у меня, ну, такое впечатление, что он начал, ну, как бы издеваться надо мной, вот, донатер, там, на какие-то, ну, совершенно фантастические, ну, темы, вот. И, соответственно, вот видите, можно сказать, что меня не уважают даже мои донатеры, вот. А лишь издеваются надо мной, вот, наравне с девушками, вот, наравне с девушками, вот, ну, девушки все время надо мной издевались. Вот в последнее время даже донатеры, ну, вот, ну, почему-то начали издеваться. Ну, в любом случае, я хочу сказать огромное спасибо человеку с ником Слава Мерлоза, оба такой донат. Я заранее извиняюсь за то, что видео, ну, может, как бы, отключиться в любое время, но потому что у меня сейчас в квартире, ну, плюс 40 градусов, ну, то есть, ну, даже несмотря на то, что я сейчас снимаю, то есть, Full HD, вот, раньше я снимал там 4К, ну, там вот запись обрывается, там, уже через 5, там, а, может, даже и раньше минут. Я сейчас уже, ну, переключился в Full HD, ну, даже вот это ничего, в принципе, ну, кардинально не заменило, и видео все равно обрывается, ну, потому что, ну, телефон старый, ну, телефон на 2017, либо же 2018 года, и, соответственно, ну, вот этот телефон, он даже, я думаю, ну, он даже, ну, он даже, ну, он даже не предназначался для таких экстремальных температур. Итак, дорогие друзья, давайте обо всем, ну, по порядку. Ну, привет, расскажи, чем занимаешься свободно от работы время? Ну, я думаю, что все мои подписчики, все без исключения знают, что я нигде не работал. Я, в принципе, за свою жизнь-то нигде, никогда, можно сказать, не работал. Вот, то есть, мне на сегодняшний день, ну, почти что, ну, 30 лет, ну, и для обычного человека вот это даже в голове не укладывается, то есть, как можно не работать, как можно не работать, но я уже много раз говорил, что я, как бы, я не могу, но работать, и одновременно с этим я, я, как бы, я не хочу, но работать, ну, то есть, желание совпадает с возможностью, то есть, и не могу, и не хочу, то есть, и здесь вот, ну, проблема, можно сказать, ну, комплексная, ну, комплексная, ну, потому что, во-первых, для чего люди, ну, работают, ну, то есть, там, я не знаю, там, для того, чтобы обеспечить свою семью, там, и все тому подобное, то есть, у меня нету семьи, то есть, ни одна девушка за всю жизнь никогда не хотела со мной встречаться. Да, вот, дорогие друзья, я не буду отрицать, что, ну, когда-то я, ну, работал, ну, потому что, ну, потому что, мне, ну, почему-то, все прям ошибочно, там, называют чуть ли не тунеядцем, там, ну, вот, в свою защиту я вам скажу то, что, ну, когда я был женат, я, ну, работал на работе, вот, ну, потому что, ну, как бы, ну, приходилось вот работать, ну, потому что моя жена, она, ну, как бы, нигде не работала, и вот из двух вот таких абсолютно аморфных людей, ну, приходилось, ну, работать мне, ну, то есть, можно сказать, ну, как бы, я не то, что хотел, но я, ну, как бы, не видел ничего плохого в том, чтобы, ну, работать, ну, когда у меня, ну, была жена, вот, ну, соответственно, вот это, ну, как никогда лучше доказывает мою, ну, теорию, что для того, чтобы устроиться на работу, должна быть девушка, должен быть секс, должны быть отношения, мы, ну, познакомились с женой в 2018 году, ну, расстались мы с ней в 2019, и весь вот этот вот я, ну, работал, ну, то есть, ну, как бы, мне, возможно, и не хотелось, ну, естественно, мне не хотелось, но работать, но, ну, когда у тебя есть девушка, ну, а, ну, когда у тебя есть секс, то, ну, как бы, ну, ты, ну, получаешь вот такие силы, силы, и не обращаешь внимания на какие-то неудобства, ну, работа, вот, соответственно, ну, дорогие друзья, ну, почему я не работаю сейчас, и, в принципе, не до того случая, не после я не работаю, да, потому что я не вижу в этом никакого смысла, вот, и я, ну, ну, как бы, ну, для меня вот это максимально чашело, ну, то есть, никакая, ну, работа в этом мире, она мне не подходит, ну, то есть, не, и интеллектуально, не физически, то есть, я слаб, и интеллектуально, я максимально, ну, тупой человек, и физически я слаб, ну, почему я не работаю сейчас, но, ну, потому что, ну, как бы, я не вижу в этом смысла, Но работа мою жизнь кардинально не изменит Никакая зарплата Никакие слои работы Никакой хороший коллектив Никакой график работы Меня не заставит Но работать сейчас В данном случае Когда у меня отсутствует девушка Отсутствует отношения А отсутствует секс Единственное, что может меня заставить Устроиться на работу Появление девушки Не чувство голода Как они часто говорят Когда твоих родителей не встанет Ты пойдешь, ты побежишь на работу Нет, вы очень сильно ошибаетесь Потому что Меня могут заставить Только позитивные Какие-то Такие факторы Не один Фактор В виде, например, смерти моих родителей Они лишь еще больше Меня вытянут В такое состояние депрессии Апатии И абсолютно Нежелание жить Нежелание жить Если моих родителей не станет Ну банально Я Окажусь На У Лице Ну как бы Но Потому что мне не будет где жить Вот это квартира моих родителей А она мне не останется В наследство По определенным причинам Соответственно Ну после смерти моих родителей Мне в прямом смысле Будет открыта дорога На мусорку На помойку И мне негде будет жить Все То есть Снимать Ну квартиру мне Она будет мне по карману В хостеле Жить Ну тоже Для того чтобы жить в хостеле Нужно где-то оно работать Соответственно Я Пойду Ну по пути малейшего сопротивления То есть я окажусь На У У У У Улице То есть под открытым Небом И Ничего Я Исправить не смогу В Моей Жизни Соответственно Вот отвечая на вот этот вопрос То есть Что я ему делаю Ну то есть чем я занимаюсь Свободно От работы Время Ну то есть А учитывая что я нигде не работаю Мое время Оно Все Свободно Да ничего Я не делаю Вот я не знаю Ну почему Людям так Ну трудно Ну понять Что Можно жить И абсолютно ничего не делать Вот Я не Не знаю Возможно Для обычных людей Вот это как-то Как бы Непонятно Непонятно То есть Ну как-то Сложно Понять Что можно ничего не делать И Ну при этом Ну как бы Не чувствует Ну какой-то скуки там И все Оно подобное Ну то есть Что вы Ну понимали Ну как Выглядит мой Ну распорядок дня Ну то есть Я ну просыпаюсь Ну то есть Во все Обычные времена Естественно Я сразу там Садился За телевизор Там смотрел Что-то на Ютубчике То есть Ну компьютер У меня Ну как бы Формально есть Но компьютер Настолько слабый Что на нем Ничего нельзя Делать Играть Выигран Ну то есть Ну компьютер У меня 2011 Года Ну который даже Как бы Не мой То есть Вот этот Ну то есть У меня Ноутбук 2011 Года Совершенно Не подходящими Даже Для каких-то Старых И 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 их характеристикам То есть Там Ну лагает все Даже Ну контрстрайк 1.6 Соответственно Во все Времена Я Ну то есть Ну просыпался Ну как Ну такого Ну как бы Четкого времени Просыпания Для меня Не существует Я Ложусь Во сколько Захочу И Ну просыпаюсь Во сколько Захочу Но сейчас Ввиду Абсолютно Невыносимой Жары Я не могу Спать Ну то есть Ввиду Отсутствие Кондиционера Вентилятора Отсутствие Света Я не могу Спать Соответственно Просыпаться Приходится Там До момента Наступления Вот такой Духоты Ну то есть Ну просыпаться Я вынужден 8 часов Хотя Ну В принципе Даже не то Что ты Не только Зажали У меня Большие Проблемы Со сном Но были Всегда На протяжении Всей жизни Я Очень плохо Засыпаю Я очень плохо Сплю Для того Чтобы заснуть Мне Потребуется Где-то Ну как бы 4-5 часов Ну то есть Чтобы вы Ну понимали Я вот Ложусь Я там Ну кручусь Соответственно У меня Ну были Ну проблемы Со сном Во все времена А вот Сейчас В летнее время Все еще Ну Больше Услубляется Невыносимой Жарой Ну то есть Во сколько бы я Не лег спать Там хоть например В 4 часа Утро Просыпаться Я всегда Вынужден В 8 часов Ну потому что Дольше спать Невозможно Ну то есть Жара настолько Сильная Что Вот у меня Ну как бы В носу Все Ну пересыхает И все Ну то есть Меня чисто Ставит Ну перед фактом Мой Организм Ну то есть Я Ну просто Ну как бы Выхожу из Сна И все Но больше Я заснуть Не могу То есть Не получается То есть И засыпаю Сейчас я еще Дольше Вот я Засыпаю Например Ну Ну как бы Часов 5 Во сколько бы я Не лег Даже если Ляжу спать Например В 9 часов вечера Я бы все равно Ну проснусь Ой Я бы все равно Заснул там Ну как минимум Не знаю Часа в 2 В 3 Вот Дальше Во сколько бы я Не проснулся Ну первым делом Что я Ну делаю Вот как выглядит Мой распорядок дня Ну то есть Я делаю Физические Упражнения То есть Ну перед едой На лунный желудок Я делал Физические Упражнения Делаю я Отжимания Ну пола Вот Видите Уже Настолько Вот это все Заметно То есть Учитывая Вот эти Мозоли Отжимания На кулаках Ну потому что Я люблю Отжимания На кулаках Я делаю Отжимания На кулаках Один Ну подход Ну по 100 раз И я еще Ну делаю Обычные Ну приседания Без какого-то Утяжеления Потому что Ну какие Ну либо Приспособления У меня отсутствуют То есть Ну какие-то Гантели Там Ш Ш Ш Ш У меня Отсутствуют То есть Хотел бы я Ну какие-то Гантели Хотел бы Но не чисто Но какого-то Одного веса Я хотел бы Целую стойку С гантелями Чтобы Ну как бы Можно было Прогрессировать А так Чтобы Одни гантели Я не вижу В них Смысла Соответственно Я просыпаюсь Независимо От времени От времени Во сколько Я не проснулся Ну то есть Я Ну делаю Я занимаюсь Спортом Можно сказать Ну по 8 раз в день Ну то есть С периодичностью Ну каждые 2 часа Ну то есть В любом случае Даже если Ну проснусь На Например В 12 часов Я Ну буду вынужден Ну то есть Как бы Наверстать Вот эти все Ну пропущенные Упражнения То есть Я ну просыпаюсь Вот до еды Я ну делаю Аджамани на плаках Ну приседания Дальше Я ну поел Я Ну делаю Ну после еды Ну то же самое То есть Вот эти все Упражнения А они максимально Ну примитивные Но в то же время А они можно сказать Самые Ну базовые Но которые Ну только Можно сделать Без Ну наличия Ну каких-то Ну приспособлений То есть чисто Вот Отжимания на кулаках И ну присед Все Соответственно В идеальных Слоях Я стараюсь Все это Ну делать Четко Ну по времени То есть Сто Отжиманий на кулаках Сто Приседаний Восемь раз В день Вот Восемь часов Я стараюсь В одиннадцать часов В час В три часа В пять часов В семь часов И в девять часов И в одиннадцать часов Ну то есть Все Стараюсь Ну делать Четко Ну по времени В любом случае Если я Ну какой-то Один даже Ну подход Ну как бы Ну пропущу я Но потом его В любом случае Сделаю Ну пусть и позже Но сделаю Ну потому что Вот это все Ну позволяет мне Максимально Не соскуфиться Ну потому что У меня Генетика максимально Плохая У меня Ну тип Ну телосложения Максимально плохой То есть Ну я набираю вес Очень легко И если бы я Не делал Вот эти все Упражнения Я бы уже давно Стал еще Большим скупом Чем я Яляюсь Сейчас Еще один раз в день Я выхожу На турник Делаю там Подтягивания На бицепс И Отжимания На брусьях Ну там я делаю Один Ну подход То есть Отжимания И один Ну подход Ну потягивания Ну по Ну 30 Ну в общем Ну потягивания На турнике Я Ну делаю Один Ну подход Ну 35 раз И Отжимания На брусьях Я Ну делаю Ну подход 40 раз Ну точнее 40 Ну повторений Все Ничего Другое Я не делал Если же я Например В тот день Ну поел Чего-то Ну Ну как бы Больше чем Всегда я могу Сделать Ну по два Ну подхода Либо жна Например Сходить на турник Два Ну раза в день Вот Ну я делаю Вот это Очень Ну редко Но Ну потому что Для меня Выходить из дома Ну точнее Из Ну квартиры Ну больше Одного Ну раза Из-за Социофобии Ну проблематично Так Дальше В общем Ну вот это Я вам Описал Ну по сути Единственное Что я делаю Вот У меня там В комментариях Спрашивали Ну распишись Свою Ну программу Ну тренировок Да не существует Ну программы Ну тренировок Ну как такое Чисто упражнение С собственным весом Все Ничего другого Я Не могу делать То есть В тренажерный зал Я не могу ходить У меня Нет денег На абонемент И Денег на Нормальную еду Ну тоже Отсутствует То есть Даже если бы у меня Ну были Деньги на Абонемент Вот если бы Меня кто-то Задонатил Вот Ну Ну чисто Гипотетически Ходил бы я Сейчас В тренажерный зал Я Думаю Ну как бы Я очень сильно Сомневаюсь Ввиду Ситуации В Украине Ввиду Ну Вот такой Проблематичности Выхода Из дома И хождения По У-у-у-у-у У-у-у-у-у-у-у Лицам Так сказать По Определенным Ну причинам Вот Ну которые Ну могут меня Ожидать Вот там В том числе В тренажерном зале Да и Ну просто Ну при выходе В магазин я сейчас Ну к этому Отношусь Весьма скептически Вот Да и Я не вижу смысла Вот в тренажерный зал ходить Ну потому что Возникает вот такой Соблазн Ну то есть Употребление Запрещенных Вот этих всех Веществ Ну когда я ходил В тренажерный зал То есть для Быстрого Прогрессирования Я Садился Вот сказать На вот эту И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-глу То есть на Стродную Иглу Вот это все Вредно Для здоровья Я уже ситуацию Ну пожалел А Соответственно Сейчас у меня Отношение К тренажерному залу Больше Негативное Чем Ну позитивное Дальше Ну дорогие друзья Вот я Ну проснулся Там Ну посмотрел Ну телевизор Ну когда у меня есть свет Что вы ну понимали Свет у меня есть Где-то 4-6 часов в день Максимум Максимум Не больше Не меньше И вот это Летнее время То есть в зимнее время У меня вообще Можно сказать Не будет света Но Ну потому что Вот это Впервые Вот за все время Начинает с момента Выключения света Ну когда у нас Выключают свет Даже летом Даже летом Вот Но раньше Вот В 2023 В 2022 году Никогда летом Не выключали свет Вот Соответственно С каждым днем Все вот это Ну будет лишь Усубляться Зимой В этом году Я Ну как бы Подозреваю Что света Вообще Не будет Вообще Не будет света Если сейчас Я там Ну как бы Могу еще Там Несколько часов Ну посмотреть Ну телевизор Зарядить Ну телефон Хотя Зачем мне Ну телефон Если без света Выключается И интернет И обычный И мобильный В том числе То есть страниц Не грузит Абсолютно Соответственно Зачем мне свет Без интернета Я Ой Зачем мне Телефон Без интернета Я Понять Не могу Соответственно Зимой Все Но Будет там В несколько раз Хуже То есть Там Чуть ли не В десятки Раз Хуже Но Потому что Зимой Нагрузка На электро Энеросистемы На энеросистемы Ну то есть Она намного Больше Намного Больше Соответственно Сейчас я Пытаюсь Психологически Подготовиться К тому Что Зимой У меня Не будет Света И интернета Вообще А как Ну к этому Подготовиться Я ума Не проложу Ну то есть Ну потому что Меня чисто Ну поставили Ну перед фактом То есть Выехать Я с Украины Тоже не могу Потому что Закрыты Границы Вот Соответственно Я Ну как бы Говорю Вот Ну распорядок дня В данный момент Вот я Ну просыпаюсь Там Выключаю Нотелевизор Естественно Я смотрю Не сам Нотелевизор А Я смотрю На нем Ютуб Вот у меня Нотелевизор Вот этим Ну как там Со смарт Нотиви Ну то есть Сам Само Нотелевидение У меня давно Выключено То есть Вот это Ну кабельное Нотелевидение У меня давно Выключено Ну потому что Я в нем Не вижу смысла То есть Смотреть Ну какие-то Вот эти все Новостные Программы Мне абсолютно Интересно Меня не интересует, что происходит сейчас, но тем более явно, что ну, то есть, по телевизору везде, ну, показывают не то, что ты хочешь увидеть, а то, что тебе хотят показать. Соответственно, вот это я не смотрю вообще. Я просыпаюсь, смотрю на телевизор, на нем YouTube, все. Что я смотрю там обычно? Ну, не знаю, там у меня мало что вызывает и интерес, но как бы у меня вот такая проблема, то есть, я не могу ну, как бы, концентрироваться на чем-то вот. Соответственно, несмотря на вот такое ассортимент и иллюзию выбора, но, по сути, смотреть мне ничего не и интересного. Соответственно, я чисто вот выключаю там YouTube и в это время ем все. Но когда я доел, я сажусь там чисто в телефоне там листаю там что-то. Опять же, ну, различные сайты, то есть, никаких ну, конкретных сайтов я не смотрю, чисто, что на глаз вот, ну, попадется все. Вызывает ли у меня вот это какой-то и интерес? Не особо, мягко скажем. То есть, у меня, в принципе, ничего в этой жизни не вызывает и интерес. Вот, соответственно, дальше вот все вот это, ну, после просыпания там ну, длится где-то час. Через час там выключает свет. Что делать без света? Ну, я сам до сих пор ничего не смог найти вот такого ш-ш-ш-ш. Что бы у меня вызвало ну, хоть какой-то небольшой и интерес. Вот, да, там я знаю, что многие люди читают книги, но я никогда за свою жизнь не прочитал ни одной книги и не собираюсь. У меня книги никогда не вызывали и интерес, и не будут вызывать. Ну, и плюс еще проблемы со зрением, вот. Со зрением, то есть ну, так что читать я не собираюсь. Не собираюсь и не не вижу в этом никакого смысла. в моем случае соответственно дальше где-то в час в два в три я снова ем. Если, ну, повезет, то там снова выключат свет там, ну, ближе к вечеру опять же на час где-то. Соответственно, вот это время я и использую ну, по максимуму. То есть, ну, тоже смотрю на телевизор ну, точнее ютубчик на нем все. но, ну, потому что на телефоне мне неудобно смотреть ютуб. У меня, ну, телефон старый и один и второй. Ну, то есть у меня, ну, телефон с разбитым экраном вот что вы ну, понимали ну, телефон старый с разбитым экраном хуавей ну, по 10 лай 2017 года ну, который мне даже достался уже в бушном состоянии от моей мамки все. второй ну, телефон у меня ну, как бы второй телефон у меня Google ну, Pixel 2 и Excel ну, тоже я его покупал бушным и в общем-то вот так и живем вот дальше вторая часть вопроса собираешься ли заводить девушку и и и и и или отношения ну, тебе пока не нужны ну вопрос выглядит как и задевательство надо мной но потому что я чуть ли не в каждом видео говорю что я на протяжении всей жизни пытаюсь найти девушку но увы с с моими внешними данными это абсолютно невозможно то есть у меня ну, косолазие заикание народ всего лишь метров пятьдесят я не выиграл генетическую лотерию то есть от меня ничего не зависит вот меня чисто ну, поставили ну, перед фактом то есть что девушки у меня никогда не будет то есть ни одна девушка не отвечала взаимностью все девушки лишь издеваются надо мной девушки ну, вот мне написать вот, да но они ну, пишут для того, что это бы чисто и издеваться надо мной вот посмотрел вот ну, как раз сегодня стрим вот вчерашний дневника девственника ну, когда ему на стриме звонят девушки вот и вот эти девушки по аналогии самой они, ну, тоже над ним ну, только издеваются то есть там и не существует вот такой девушки но ну, которая бы ну, была согласна встречаться с такими ну, как мы с такими с такими как мы потому что мы открыли объемом мы мы как бы мы не ликвидны мы не ликвидны для девушек и в принципе это не удивительно соответственно если ну, какая-то ну, девушка там, ну, пишет я сразу ну, понимаю что ничего из этого не получится то есть вот эта девушка она ну, ну, пишет мне чисто то, что поруфлить с меня и сдеваться надо мной и ну, какого-то альтернативного варианта не существует ну, то есть ну, так ну, так ну, было есть и будет то есть девушки девушка мне не светит хотел бы девушку ну, конечно же хотел то есть ну, потому что без девушки без отношений без секса невозможно получать удовольствие от жизни вот и от меня опять же ничего не зависит ну, то есть мы откровенно у девушек вызываем лишь отвращение то есть мы вот такие ну, как я ну, дни них девственника там мы и ну, приморский ну, лентяй мы у девушек вызываем лишь отвращение и даже если у нас не было вот таких внешних ну, проблем я думаю мы бы все равно у девушек вызывали отвращение из-за нашего характера вот из-за такой неуверенности в себе из-за постоянного нытья вот как они говорят мы ну, постоянно ноем а как мы можем жить ну, по-другому если ну, как бы нас ну, чисто жизнь ну, постала сама жизнь ну, постала в такую ну, позу раком ну, то есть мы ничего не можем изменить ну, то есть соответственно единственное что мы можем в этой жизни ну, только ныть 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 и еще раз ныть все не больше не меньше а мне отношения были нужны всегда и будут нужны всегда я всегда мечтал ну, то есть я не то, что хотел я мечтал о девушке то есть я мечтал об отношениях я мечтал о сексе но ни одна девушка никогда не отвечала мне взаимностью вот недавно в очередной раз я зарегистрировался на сайте знакомств и ни одна девушка мне не ответила я, ну, купил на премию я, ну, потратил деньги то есть для меня огромную сумму учитывая, что нигде я не работаю я, ну, потратил деньги на премиум я потратил деньги на вот эти все знаете, там ну, различные увеличения видимость и ничего мне не помогло то есть как мертвому он припарк в итоге я все равно разочаровавшись я удалился в очередной раз и соответственно вот это все для меня абсолютно неэффективно вернусь ли я на сайт знакомств очевидно что да но когда-то там через полгода где-то я вернусь потому что надежда умирает ну, последняя то есть мне ну, понятно ну, почему девушки не хотят со мной встречаться но, тем не менее принять вот это окончательно невозможно то есть ну, потому что ну, так или иначе где-то в глубине души есть надежда а вдруг там что-то изменилось хотя девушка а отношения секс для меня абсолютно недоступны и были недоступны во все времена дальше и нравится ли тебе девушки в теле на которых можно за что ну, потрогать нет я уже много раз говорил я бы не стал встречаться с девушкой с лишним весом вот это для меня вот такое ну, как бы жесткое ну, табу ну, табу вот такая четкая гранчерс с которой я никогда не переступлю то есть девушка с лишним весом девушка ну, как бы старше 20 на 5 лет и девушка ну, как бы с ребенком у меня никогда не не сможет вызвать симпатию я считаю что это абсолютно нормально то есть ну, я не буду скрывать что вот в том числе вот недавно мне написала ну, подписчик вот ну, которая вот мне задонатила там 4 тысячи вот и я ну, почему-то думал что она мне оплатит вот выезд из Украины но к сожалению у нее ну, были но 3 планы вот ей ну, как раз-таки оказалось ну, 26 лет ну, и соответственно никогда не говори никогда вот ну, потому что за счет ухоженности вот эта девушка выглядела даже в 26 лет достаточно молода молода еще у меня несколько месяцев ну, был бы такой случай ну, когда я ну, тоже ну, как бы влюбился в мою ну, подписчицу она там ну, тоже кстати снимает видео вот в общем ну, я уже снимал много это видео то есть ну, как бы он подписчик с ником ма 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 фрозен вот ну, кому интересно там ну, поищите вот и вот она мне ну, понравилась внешне я ну, потом уже с большим удивлением обнаружил что то ей оказывается там ну, то ли ну, 32 ну, то ли ну, 33 года хотя выглядит вот она гораздо моложе соответственно я ну, предполагаю что есть вот такие девушки ну, которые ну, выглядят гораздо моложе но если говорить о среднестатистических девушек я бы не стал бы встречаться с девушкой старше 25 лет никогда и ни при каких обстоятельствах я бы не стал бы встречаться с девушкой с лишним весом мне девушки в теле не нравится не нравится я никогда не понравилось так, то то и о чем я говорил то есть о чем предупреждал телефон выключился от перегрева соответственно на чем мы там остановились девушки в теле мне никогда не нравились и не могут ну, понравиться в принципе даже если у девушки ну, будет ну, красивое лицо хотя я не понимаю ну, как это возможно с лишним весом все равно с такой девушкой я встречаться не буду не буду я много раз сталкивался с тем что вот ну, когда-то я видел девушку и вот ну, мы с ней там, ну, переписывались а, ну, потом оказывалось что вот эта девушка с лишним весом я, ну, без каких-то угрызений и совести я сразу ну, как бы я ну, как бы сразу заканчивал любое общение с такой девушкой ну, ну ну, потому что лично для меня лишний вес это абсолютно ну, противо естественно то есть для меня это антисексуально то есть я люблю девушек максимально худых то есть в идеале я хочу девушку себе с такой знаете вот ну, то есть с откровенной худобой худобой ну, то есть я считаю что девушка вот ну, которая мне ну, понравится ну, то есть она должна весить ну, то есть 40-45 ну, килограмм то есть мне нравится максимально худые девушки то есть для меня вот это сексуально то есть девушки со скулами, девушки хотя бы с небольшим лишним весом у меня никогда не могут вызвать симпатию, а они у меня никогда не могут вызвать возбуждение и все, что с этим связано. Я не спорю, что есть мужчины с какими-то фетишами, но толстых девушек, в том числе дневник девственника, но почему-то хочет себе полную девушку, но я лично этого никогда не понимаю, но для меня все вот это сравнимо с какими-то психическими нарушениями, то есть, например, если нравится девушка с лишним весом, хотя бы, но потому что вот это все противоречит здоровью, здоровью, ну то есть лишний вес вот это все противоречит а а ну как, ну таковой биологии, вот лишний вес, вот это плохо, лишний вес, это не может быть хорошо, соответственно, с девушкой с лишним весом, с детьми и возрастом старше 25 лет, я никогда не стану встречаться, то есть, я уже много раз говорил, что и идеал девушки для меня, вот эта девушка 16-18 лет, не больше, не меньше, 16-18 лет, но это самый лучший возраст девушки, но которой, вот у меня а, но которой я считаю симпатичной ну после вот 20, там, ну после 20, а уж тем более, ну после 20 до 5, ну вот, то есть, у меня девушки уже симпатию не могут вызывать, то есть, ну, за некоторыми исключениями немногочисленными немногочисленными ну потому что мне нужна молодая девушка, то есть, мне ну, нужна, ну, красивая девушка, то есть, мне нужна девушка, ну, которая бы у меня вызывала восторг ну, которая у меня бы вызывало вау-эффект. Вау-эффект. То есть, чтобы ее было не стыдно показать в видео вам, ну, подписчикам. Соответственно, зачем мне девушка, ну, которая вот у меня не будет вызывать никаких эмоций. Ну, точнее, никаких позитивных эмоций. И, ну, как раз-таки я не скажу, что у меня, ну, какие-то требования. Нет. Мне достаточно того, чтобы девушка была без лишнего веса. Так, снова выключилась уже. Ну, рекорд, ну, третий раз. Итак, мне нужна девушка без лишнего веса, без детей. И не старше, 21,5 лет. Я не считаю, что вот это, ну, какие-то запросы. Ну, потому что, а откровенно, я занимаюсь спортом. То есть, я худой. Да, у меня есть, ну, как бы, лишний вес. Вот. И я еще далек, так сказать, от идеала. Ну, я, ну, тем не менее, я делаю все для того, чтобы, ну, приблизиться к нему. Ну, откровенно, я не толстый. Я не толстый. Вот, соответственно, соответственно, ну, почему я должен встречаться с толстой девушкой? Я ума не могу, ну, ну, понять, вот, ну, когда мне, там, называют, там, в комментариях, вот, якобы, я, ну, требую многого. Нет, я не требую ничего. Ну, и вот это не считается, ну, какими-то, ну, требованиями. Ну, то есть, откровенно, я молод, я, ну, красив. Я занимаюсь спортом. Настоящий арабский чемпион. Соответственно, я и девушку-то хочу, ну, которая бы соответствовала мне. То есть, ну, почему я должен соглашаться на худшее, если я лучший? Соответственно, ну, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать огромное спасибо человеку с ником Слава Мир Лоузов в такой донат за интересную, ну, тему, надеюсь, я ответил на вопрос. И если вам понравилось видео, если вы, ну, тоже хотите, чтобы я снял видео на какую-то, ну, тему, ну, можете задонатить мне суммы не меньше, чем на 500 рублей. И, ну, я обязательно сниму видео. В общем, если вам, ну, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, ну, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.